Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Построение нашего сегодняшнего вебинара будет происходить таким образом. Я вам буду показывать некоторые слайды и показывать на примере конфигурации 1С бухгалтерия и 1С ERP на демонстрационных базах. Итак, на самом деле конфигурация 1С ERP, бухгалтерский блок практически сохраняет полностью функциональность, которая присутствовала в бухгалтерии. Есть несколько принципиальных различий, которые на первый взгляд могут показаться немного непривычными. Но на самом деле они, в общем-то, призваны облегчить работу бухгалтера, обеспечить комфорт и более понятные возможности программы. Но, во-первых, по сравнению с привычной 1С бухгалтерии, именно бухгалтерский блок в 1С ERP имеет несколько существенных различий. Во-первых, это формирование проводок. В бухгалтерии при настройках пользователя можно задать, показывать или не показывать бухгалтерские проводки. И, соответственно, при проведении документа у нас практически сразу же мы видим в программе отражение по бухгалтерским счетам. Ну, то есть формируются проводки по счетам. В последующем, если мы, например, отменяем проведение документа и потом снова возвращаемся к нему и проводим повторно, то проводки, которые были, возобновляются и никуда не пропадают. В 1С ERP немного другой функционал, немного по-другому сформирована и эта система. И обосновано это тем, что в 1С ERP существует несколько разделов учета. То есть существует управленческий учет, существует оперативный учет и существует бухгалтерский учет. В проводке в программе формируется в отдельном блоке, который называется отражение документов в регламентированном учете или при закрытии месяца. Это не вполне привычно, но тем не менее, когда вы несколько раз попробуете, это уже будет более комфортно и вы сами сможете оценить разницу. Ну, самое основное и привычно это первое, что мы видим, когда открываем бухгалтерию, обычно во всех журналах и документах присутствует вот такая пиктограммка дебит-кредит. То есть перейдя по ней, мы можем посмотреть проводки по каждому конкретному документу. В ERP такой клавиши нет, она не вынесена. И это значит именно то, что отражение идет первоначально по оперативному учету. И уже после этого, после того, как оперативный учет сработал, мы можем перейти отражение документов в регламентированном учете. И вот этот табло как раз более комфортный, более подробный, чем те, которые мы привыкли видеть при закрытии месяца в бухгалтерии. Давайте посмотрим на примере конфигурации. То есть в разделе регламентированный учет, подраздел бухгалтерский налоговый учет, у нас есть отражение документов в регламентированном учете. То есть при первоначальном входе в этот режим мы видим предупреждение, что до конца месяца, до закрытия документов в бухгалтерском учете проводки носят предварительный характер, поскольку еще не пересчитана себестоимость. Ну и соответственно, если мы хотим перейти напрямую к закрытию месяца, мы можем перейти вот по синей ссылке и мы попадем в интерфейс конкретно по закрытию месяца. Сейчас я не буду переходить, мне немножечко позже к этому вернемся. А сейчас мне хотелось бы несколько слов сказать обо всем интерфейсе, который вы видите на экране. То есть здесь очень удобно то, что отражаются, во-первых, ошибки, которые у нас присутствуют. Ну, например, мы не задали счета учета для каких-то документов. То есть, соответственно, мы можем перейти прямо отсюда и посмотреть, что же мы упустили или что-то где-то пошло не так. Практически сами по себе проводки, они привязаны к каким-то конкретным разделам финансового учета. То есть примерно так же смысл этой операции такой же, как и в бухгалтерии, когда мы задаем счета учета номенклатуры или аналогичные действия производим. Здесь мы можем перейти сразу по ошибкам, которые мы видим, и оценить, что у нас, насколько много ошибок. То есть это все документы, которые у нас все нормально с ними произошло. То есть у них отражаются проводки по документам. Ну, естественно, пока мы не сделали закрытие месяца, они все-таки предварительны, потому что пересчитаются себестоимости, соответственно, пересчитаются итоги по списанию материалов производства, по списанию со склада, по перемещению и так далее. И, соответственно, посмотрим, какие у нас на сегодняшний день отражены или не отражены документы. Если у нас нет ошибок, но что-то не отражено, то мы можем выполнить отражение. И, соответственно, этот функционал сделает автоматически все регламентные операции к еще не отраженным документам. То есть это очень удобно. Кроме этого, можно поставить флажок автоматическое отражение по расписанию. И такая операция делается, ну, вы можете делать ее хоть раз в день, хоть раз в неделю, хоть несколько раз в день. Главное задать график, когда вы хотите эту операцию производить. И в этом случае в бухгалтерском учете у вас будут оперативные данные, потому что привязывается это к первичным документам. И, соответственно, если документ в систему введен, то и проводки по нему тоже будут отражаться. И в оборотно-сальдовой ведомости, и в отчетах, ну, привычных бухгалтерских, например, анализ счета, шахматка и так далее. То есть это гораздо более комфортный вариант. И второй момент, последовательность при этом отражается сразу, восстанавливается сразу. Следующий момент, это, в общем-то, то, что первоначально при первом запуске в бухгалтерии отражаются сразу максимально все возможные, весь возможный функционал, то есть по максимуму. И, соответственно, дальнейшая настройка уже идет конкретно по предприятиям, по структуре и так далее. В 1S ERP это немножечко по-другому. То есть первоначально отражается минимальный функционал. И в последующем, чтобы настроить на себя эту программу, то есть это индивидуально под каждое предприятие можно делать. Соответственно, это делается на этапе внедрения. То есть мы можем включить или отключить какие-то функции. Соответственно, выбор этих функций зависит конкретно от вашего предприятия, от производственных или торговых процессов. И находится эта настройка немножечко не в том месте, как мы привыкли в бухгалтерии. То есть в ERP есть раздел NC и администрирование, в отличие от привычного бухгалтерского администрирования. И в этом разделе у нас вот такая вот структура. То есть первоначально в этом разделе даются, так сказать, более глобальные настройки. Ну, например, мы можем включать или выключать в зависимости от того, какой процесс у вас используется. Например, продажи. Мы можем поставить оптовые продажи в этом случае уже соответственно нашим потребностям отметить флажками, что мы будем использовать. И будем ли мы вообще использовать оптовые продажи. Потому что если мы снимем вот этот флажок, то, соответственно, оптовые продажи у нас будут недоступны. Но зато будут другие разделы, которые вы будете использовать. То есть, возможно, у вас только розничные продажи. В этом случае мы ставим флажок розничной продажи и в дальнейшем настраиваем его уже под свое предприятие. То есть нужно ли нам, например, ввести подарочные сертификаты. Если у нас кассовые аппараты или, например, фискальные регистраторы, в этом случае мы опять ставим флажок. Можем задать шаблоны этикеток. Например, если у вас есть какие-то фирменные бланки или фирменные логотипы или еще что-то, то это, соответственно, можно настроить. Еще один очень приятный момент, который есть в ERP, но его нет в бухгалтерии, это возможность работать с торговыми представителями. Чаще всего это требуется и для розницы, и для опта. Поэтому, соответственно, в меню продажи мы можем настроить возможность работать с торговыми представителями. То есть мы отмечаем флажком чекбокс, что применяется работа через торговых представителей. И, соответственно, в этом случае можно закреплять за ними регионы сбыта или, например, какие-то номенклатурные группы, когда каждый менеджер закреплен за отдельной товарной группой. Можно использовать задания для торговых представителей, потом получать отчеты на этом. По этому распределению тогда будет сразу видно, кто недогружен, кто перегружен, а кто-то, может быть, просто присутствует. Кроме этого, для работы с торговыми представителями реализованы мобильные приложения. То есть в этом случае у нас каждый торговый представитель может быть прикреплен, например, к разделу заявки и собирать их в электронном виде. То есть мы можем зарегистрировать мобильники, планшеты и в этом случае получать данные просто путем обмена, а не путем сбора кучи бумажек, которые написаны на коленке. Например, заявка покупателя, которая пишется чаще всего при посещении торговым представителям какой-то торговой точки. Сюда же вынесена и работа с давальческим сырьем в том случае, если мы ведем переработку давальческого сырья. То есть в этом случае мы опять же проставляем флажки и этот блок активизируется. Еще одно очень интересное приложение – это мобильное приложение заказа. То есть, соответственно, если мы проставляем флажки в этом разделе, то мы можем синхронизировать это приложение с компьютером. Опять же указываем мобильное устройство, которое при этом используется. И можем использовать также это для печати. Ну, соответственно, печать документов, она есть везде и в бухгалтерии, и в ERP. И, собственно говоря, мы можем задать печатную форму, то есть выводить, например, в печатную форму торг-12 штрих-кода, артикула, например, выводить колонки НДС отдельно. Ну, и, собственно говоря, другие настройки, которые, может быть, используются на вашем предприятии. Но есть еще, конечно, и достаточно много других разделов, где точно так же включается настройка. Ну, например, настройка складов, то есть оргструктуры. В нашем случае мы сначала переходим в раздел НСИИ и администрирование. Здесь есть раздел склад и доставка. Задаем здесь, так сказать, более грубые настройки. Ну, например, используется или нет перемещение. Ну, первое, это используется, например, несколько складов. Чаще всего все предприятия используют несколько складов, но в бухгалтерии они вводятся, когда мы работаем с настройками, например, склад, и мы настраиваем, какие у нас есть склады. В этом случае у нас получается, что склады могут быть оптовые, розничные и так далее. То есть мы просто вводим в табличную часть склады, которые у нас присутствуют. Ну, соответственно, отчеты, которые по складам идут тоже и в 1С бухгалтерии, и в 1С ERP, они практически достаточно похожи, с единственным исключением. В складском блоке склад и доставка нету очень привычного бухгалтерам документа инвентаризация товаров. Здесь появился документ, точнее, появился вот такой подраздел излишки, недостачи и порчи. И вместо инвентаризационной ведомости это называется теперь пересчеты товаров. Ну и, соответственно, по пересчету товаров это практически сличительная ведомость. Выполняет она ту же роль, что обычная инвентаризационная ведомость. Мы выбираем склад, по которому хотим посмотреть, выбираем ответственных людей. И плюс ко всему, соответственно, вносим ведомость товаров, которые у нас есть в наличии. И, кроме всего прочего, у нас практически по одной кнопочке формируется полностью весь блок документов и бухгалтерских, и административных. То есть, соответственно, задание, приказ о проведении инвентаризации, сама по себе инвентаризационная ведомость, к которой мы привыкли, сличительная ведомость, ну и, соответственно, результаты пересчета – это излишки и недостачи. То есть, собрано под одну кнопочку несколько печатных форм, которых в бухгалтерии раньше не было. Второй момент – это учетные политики. То есть, если у нас в бухгалтерии учетная политика привязана к каждому конкретному подразделению, ну, например, организацию, мы выбираем любую организацию. И уже в организации у нас есть пункт меню «Учетная политика», и мы учетную политику привязываем к каждой конкретной организации. То есть, соответственно, по мере внесения каких-то изменений у нас здесь может быть несколько записей, но всегда учетная политика идет конкретно под одну организацию, под одно юрлицо. В ERP это немножко по-другому. В ERP создаются учетные политики… Сейчас, минуточку. Для организации. И они могут использоваться не для одного юрлица, а для нескольких. То есть, мы переходим в меню «Организация», ну, заходим в любую организацию. Здесь тоже есть только уже закладочка «Учетная политика». И вот здесь-то и начинается отличие, потому что при выборе учетной политики мы можем назвать эту учетную политику как угодно. Ну, например, стандартная ОСН для Андромеды Плюс. И здесь уже задаются параметры налогового учета, и эта учетная политика сохраняется в журнале. И после того, как мы ее создали, мы можем использовать ее для нескольких юридических лиц. То есть, если, например, у нас несколько юридических лиц с общей системой налогообложения, плательщиков НДС, без всяких выкрутасов, мы можем назвать ее, ну, как угодно. Это название учетных политик. И, соответственно, выбрать ее для нескольких организаций, не повторяя одни и те же действия. То есть, одна и та же учетная политика может использоваться для разных юридических лиц, которые имеют сходную систему налогообложения. Ну, соответственно, допустим, мы можем создать отдельную учетную политику для упрощенцев, отдельную учетную политику для общих режимов и так далее. Дальше здесь практически все, ну, в общем-то, очень похоже, почти идентично, с единственным исключением. Не то чтобы с исключением, а, ну, вот, например, мы посмотрим саму учетную политику. И если обратите внимание, в конце каждого поля есть вот такой вопросительный знак. Это быстрая подсказка того, что находится в этом разделе. То есть, если вы еще не уверенно себя чувствуете в программе, например, только начали, то по этой подсказочке можно, во-первых, сориентироваться, что это такое, для чего это нужно, а во-вторых, если возникают какие-то сомнения, можно посмотреть более подробную информацию, уже перейдя напрямую на информационные ресурсы компании 1С. То есть, либо там, где есть статьи по этому поводу, либо в какие-то другие материалы. Ну, то есть, получить сразу тематическую онлайн, так сказать, консультацию. Еще одно отличие, которое тоже, в принципе, первоначально немножко напрягает внимание бухгалтеров или, в общем-то, заставляет насторожиться, это то, что в бухгалтерии план счетов включает в себя только цифровые значения. Ну, то есть, видите, счет, субсчет и так далее. А в ERP структура немножко другая. На 10 и на 41 счете присутствуют еще и буквенные. Кроме цифр присутствуют еще и буквенные обозначения. Ну, это аналогично, в принципе, как на 76 счете, например, у нас отражаются буквы АВ, например, это авансовый НДС. Кроме этого... Так, сейчас мы это закроем. Кроме этого, учетная политика в ERP имеет еще некоторые особенности. То есть, на закладочке «Запасы» мы можем посмотреть, что есть вот такие позиции. То есть, это соответствие учета новым ФСБУ. То есть, если вы применяете, а вы уже в любом случае в обязательном порядке должны применять ФСБУ 5 дробь 2019, то есть, запасы, это ФСБУ устанавливает новое определение запасов и, соответственно, механизм списания запасов и новое понятие по основным средствам. То есть, появилось понятие «малоценные основные средства» и, согласно этому ФСБУ, до 2021 года его можно было применять добровольно, а с 2021 года, с 1 июля, оно обязательно к применению всеми участниками бухгалтерского учета, то есть, всеми компаниями, за исключением муниципальных и за исключением микропредприятий, которые имеют право не вести или вести упрощенную отчетность. Немножечко остановлюсь на этом новом ФСБУ, потому что оно, в общем-то, напрямую затрагивает разделы учета, такие, как что мы отражаем теперь в составе запасов, как мы их списываем, и что мы должны были сделать для того, чтобы перейти на учет по этой системе. То есть, соответственно, мы должны были провести инвентаризацию ТМЦ по состоянию на 1 января 2021 года, и те, которые попадают под критерии запасов, должны были списать. То есть, что такое запасы в нынешнем толковании ФСБУ? Это товары и материалы, которые удовлетворяют таким критериям. То есть, срок службы менее 12 месяцев. Такие ТМЦ сразу списываются на затраты, и по состоянию на 1 января 2021 года они должны были по инвентаризации списаны быть в затраты. То есть, обратите внимание, что здесь теперь отсутствуют критерии по стоимости. Вместо того, чтобы, ну вот как у нас раньше было, до 40 тысяч, потом до 100 тысяч отражаются как малоценные и быстро изнашивающиеся предметы, остальное отражается как основные средства, и, соответственно, затраты списываются через амортизацию. Теперь к основным средствам относится все, что угодно. Стоимость не учитывается, но учитывается срок службы. То есть, срок службы свыше 12 месяцев. Плюс к запасам добавилось незавершенное производство. Ну и, соответственно, мы должны это отразить в учете и в учетной политике. В этом случае мы на закладочке запасы должны будем проставить, ну, во-первых, это метод оценки стоимости, а во-вторых, проставить вот здесь флажки. То есть, в этом случае можно будет уже не опасаться вести учет в рамках этого ФСБУ. Сейчас точно такая же история с ФСБУ, точнее, бывшим ПБУ 06. Точно так же в 2021 году его могут применять предприятия и организации по желанию, но со следующего года оно точно так же будет обязательно для всех предприятий, если следовать точно формулировке, которые ведут бухгалтерский учет, то есть, сдают баланс в полной форме, то есть, точнее, все шесть форм, первая, вторая и дальше все шесть форм, которые сдают обычные предприятия, не микропредприятия, которые имеют право сдавать упрощенную отчетность, то есть, только первую, вторую форму. Теперь закладочка НДС. Что у нас здесь изменилось? Ну, практически те же самые настройки, которые мы ввели в бухгалтерии, ну, соответственно, мы задаем периодичность ежемесячно или ежеквартально, проставляем вот здесь вот те флажки, которые подходят нашему предприятию, и вот тут мы добираемся еще до одного коренного различия между бухгалтерией и между ЕРП. В бухгалтерии НДС формируется записями, формированием записей в книге покупок, ну, соответственно, покупок, продаж. В ЕРП формирование НДС происходит немножко по-другому. То есть автоматически оно делается при закрытии месяца, а практически здесь есть очень удобный помощник по работе с НДС. Мы до него сейчас доберемся. То есть он реально очень облегчает жизнь, помогает найти ошибки, и, в общем-то, при запуске этой операции он очень активно помогает. Сейчас мы к нему перейдем. Ну, соответственно, если у вас есть какие-то дополнительные некрупные расходы, то вот мы можем проставить флажок при 5% и так далее. Ну, и остальные пункты, которые уже индивидуально под ваше предприятие. Напомню еще раз, то есть мы можем создать такую учетную политику, и она будет применяться у нескольких, например, юрлиц. То есть не для одного. Или, если юрлиц много, не повторять в каждом вот эти телодвижения. Следующая закладочка у нас здесь – это настройки. Ну, соответственно, настройки ведете ли вы в самой ERP учет зарплаты и кадров, то есть с детализацией, или вы в другой программе ведете, то в этом случае можно без детализации по сотрудникам, тогда будет выгружаться общая сводная цифра, но вся отчетность, которая связана с зарплатой, со страховыми взносами, должна вестись в другой программе, например, в зарплате и кадре. Хочу на этом моменте немножко поподробнее остановиться, потому что в ERP полностью весь функционал того, что есть в ЗУПе, то есть зарплата и управление персоналом, полностью все присутствует. В бухгалтерии у нас блок урезанный, то есть в бухгалтерии блок работы с зарплатой позволяет ввести, ну, обычные начисления, например, по окладам, и остальные начисления, где требуется расчет среднего заработка, ну, например, отпускные, больничные, командировочные, мы вынуждены делать где-то на коленке или в эксельке и потом переносить уже готовые данные в бухгалтерию. В 1С ERP полностью весь зарплатный блок, который позволяет ввести сложный учет зарплат, то есть, например, с выработкой, какие-то сдельно-премиальные ввести системы, то есть практически весь функционал, который у нас присутствует в зарплатной программе, применен и в 1С ERP. И последняя закладочка у нас осталась – это формирование резервов. Она, такой пункт есть и в бухгалтерии, только немножко в другом интерфейсе. Ну, соответственно, мы проставляем флажки и задаем нужные данные, которые подходят к нам. Итого мы с вами настроили учетную политику и можем ее применять уже и для других предприятий. Я начала говорить про блок зарплаты и кадры, то есть по зарплате у нас выдаются сведения о настройках, которые мы уже задали в других разделах. То есть здесь выдаются сведения, которые мы уже настроили, но при этом можно зайти, и если мы нашли какие-то ошибки или, например, что-то изменилось, то, соответственно, изменить эти настройки. Например, если вы применяете какие-то районные коэффициенты или у вас появилось обособленное подразделение в другой местности, которое применяет такие условия, то есть это можно задать в этом разделе. Собственно говоря, то, что касается именно учетной политики, мы с вами посмотрели сейчас на примере ERP. Теперь в меню НСИ и администрирования мы начали с вами смотреть продажи, где можно включать и выключать разные режимы. Кроме того, что в разделе НСИ и администрирования у нас собраны настройки сначала административного плана, то есть общие настройки, интерфейс, настройки прав пользователей, ну и, соответственно, все, что мы дальше с вами видели. Здесь есть еще один очень интересный пунктик – это учет прослеживаемых товаров. То есть если мы с вами включили учет прослеживаемых товаров, то задали в учетной политике, то, соответственно, здесь нужно настроить и остальные разделы. То есть кроме того, что в этих разделах делаются настройки, которые мы можем посмотреть по вопросику, то есть что это такое, мы можем еще, соответственно, сформировать какие-то документы. Хочу еще раз оговориться про ФСБУ 5 слэш 2019. Больше всего, конечно, прослеживаемых товаров затронуло, так сказать, импортеров. То есть тех, кто возит импортный товар, и, соответственно, если эти товары попадают под перечень, который опубликован и налоговыми органами, много где повторяется на разных сайтах и источниках, то, соответственно, здесь можно сразу оформить документы, которые должны быть поданы в налоговую инспекцию и, опять же, отправлены отсюда. Или, если, например, у вас есть такие товары, и вы уже подали документы, то отображается получение регистрационного номера прослеживаемых товаров. Здесь же можно настроить инвентаризацию, которую надо было провести по состоянию на 1 января. Если у вас есть комиссионные товары, которые попадают под этот перечень, соответственно, здесь можно оформить данные. Ну, то есть здесь вынесен основной раздел по настройкам, конкретно для вашего предприятия, действия уже именно в отношении этого ФСБУ-5. Если у вас есть, например, вы работаете с предприятиями, которые входят в список единого азиатского... Господи, забыла русское слово, простите, пожалуйста. Которые входят в состав ЕАЭС. И, если требуется, здесь же отчетность. То есть, напомню, по этому новому ФСБУ организации должны отчитываться в налоговую инспекцию и, соответственно, с определенной регулярностью эти отчеты туда должны отсылаться. Отсылаются они с подтверждающими документами. И здесь вот блок, что отсылается по НДС и книги покупок, книги продаж. Дополнительно можно получить отчет, что из ваших товаров попадает под действие этого нормативного документа. Итак, мы с вами понимаем, что если у вас предприятие попадает под действие этого ФСБУ, то нужно сделать настройку в разделе НСИ администрирования учет прослеживаемых товаров и, соответственно, в учетной политике на закладочке запасы тоже проставить отметки, которые подходят для вашего случая. Следующий момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, именно в настройках, то есть в НСИ это нормативно-справочная информация. НСИ администрирование. Это то, что здесь же можно сразу задать структуру, то есть номенклатуру разделить на номенклатурные группы, на сегменты. То есть, в принципе, то же самое, что и в бухгалтерии, оно может быть более комфортно и более полно, если можно так выразиться. Ну, то есть разрезы учета. Здесь достаточно много настроек, которые нужно просмотреть, что для вас подходит. Единицы измерения, они, в общем-то, совпадают с тем, что было в бухгалтерии. И настройки создания – это контроль. Будете ли вы настраивать контроль уникальности именно по названию, то есть не по каким-то штрих-кодам или еще каким-то другим параметрам. Обратите внимание, настройка префиксов. То есть ее тоже нужно обязательно просмотреть. Ну и сегменты – это если вы будете их использовать. То есть все настройки, которые касаются группировки, номенклатуры, подробности у нас вынесены в раздел МЦИ, администрирование, в раздел номенклатура. Точно так же, как продажи, закупки. И есть еще одна тонкость. То есть в ERP можно ввести учет доставки. То есть, соответственно, в этом случае мы идем в склад и доставка, ставим флажок управления доставкой. И после этого уже в документах, например, отгрузки или поступления можем ввести учет работы как своего транспорта, так и наемного или работы с другими транспортными, например, организациями. Та же самая история у нас происходит при перемещении товаров. То есть в бухгалтерии был документ перемещения товаров, и, в общем-то, больше никаких особых подробностей или сложностей с ними не было. В 1С ERP у нас, во-первых, присутствует новый абсолютно блок – это интеркомпани. То есть это когда есть возможность делать документы перемещения между своими юрлицами. Соответственно, в бухгалтерии такого блока не было. Здесь он очень удобный и очень, ну, в принципе, понятный. Единственное, что, к сожалению, сейчас мы его не можем более подробно рассмотреть, потому что у нас просто на это уже нет времени. Еще то, что появилось, это новая сборка-разборка товаров. То есть это вынесено тоже в отдельный блок, и можно отметить флажками. То есть, например, если вы используете только сборку. Ну, это, в общем-то, для тех, кто работает с компьютерной техникой, когда из разных деталей собираются какие-то конфигурации компьютеров или аналогичное что-то происходит. И разборка. То есть если вы производите разборку каких-нибудь механизмов, оборудования, еще чего-то, то, соответственно, тоже можно поставить вот этот флажок. Обеспечение потребности. Вот здесь вот тоже это очень важный момент, потому что в ЕРП предусмотрено несколько вариантов обеспечения потребности. То есть мы можем вообще не делать резервирование и не идентифицировать, то есть, так сказать, работать со склада, что есть, то и продаем. Можем привязывать обеспечение и наличие на складе к конкретным заказам покупателей, клиентов. И, соответственно, на основании этого формировать заказы уже поставщикам. Ну и здесь дальше нужно выбрать по вашим данным, что происходит у вас на вашем предприятии. Отметить, если упрощенное обеспечение потребности требуется, то ставим сюда точечку. Если вы все-таки этим занимаетесь более подробно, то стоит отметить расширенный, тогда вы сможете использовать весь функционал. То есть еще раз хочу обратить внимание, что на самом деле в ЕРП все настраивается по мере, скажем так, на этапе внедрения. То есть когда вы только готовите программу к запуску. В отличие от бухгалтерии, где уже сразу раскрыта вся функциональность, которая в ней присутствует. После того, как мы прошли склад, нужно обратить внимание на зарплаты и кадры, я вам уже сказала. То есть если у вас ведется в этой программе, то, естественно, нужно зайти в эти разделы и провести настройку согласно вашим конкретным условиям. Они практически не отличаются от того, что есть зарплате и кадры, поэтому мы на них не будем больше, более подробно останавливаться. Немножко блок казначиста сначала кажется непривычным, но потом, когда несколько раз уже попробуйте, это как с каблуков одеть домашние тапочки. То есть на самом деле это очень комфортно. И если вы настройку сделали правильно, то практически работа с казначистом очень удобная. Опять же, обращаю ваше внимание, что здесь все настройки это вот галочки. То есть работаете ли вы с международными контрактами, значит, вот будет флажок платежи в валюте и валютный контроль. Применяете ли вы статусы документов? То есть в 1СЕРП документы имеют статус, ну, чаще всего на согласовании, согласованно, действуют в отношении казначейства. Это заявки на расходование денежных средств, которые имеют статусы на согласовании, согласован, к оплате. И здесь еще активизируется работа, если вы работаете с госконтрактами. То есть обратите внимание, вот поддержка в соответствии с 275 ФСБУ. Если мы переходим внутрь по этой ссылочке, то, соответственно, здесь мы можем донастраивать, куда выгружаются данные для обмена с заказчиком и так далее. И взаиморасчеты. Если мы проставляем флажок автоматически запускать фоновое задание, то, соответственно, при проведении документов это будет выполнено. Еще обратите внимание, что под каждым окошком чекбокса, куда мы можем проставить или снять отметку, есть подсказка, то есть что это такое и для чего нужно. Чаще всего удобно выбирать взаиморасчеты онлайн. То есть в этом случае вот подсказочка, что будет происходить. И также выбрать порядок, когда происходит зачет документа. То есть по дате документа или по плановой дате платежа. Потому что, например, заявки на расходование денежных средств может быть создана сегодня. Согласованная у нее стоит статус к оплате. А оплата, например, по платежному календарю или вашими финансовыми специалистами назначена через несколько дней или в конце месяца. То есть, соответственно, это влияет и на зачет авансов или наоборот задолженности. В этом случае вам нужно выбрать, как вы хотите видеть эти документы. И по валюте тоже. То есть некоторые банки, когда присылают выписки по валютным счетам, в них присутствует переоценка за каждый день при колебаниях курса. Или, как большинство старается вести, это по дате операции и в конце месяца при закрытии месяца. Это у нас раздел казначейства и взаиморасчета. Хочу обратить ваше внимание, мы немножечко перепрыгнем. Финансовый результат и регламентированный учет посмотрим чуть попозже. А сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание на раздел НДС. То есть раздел НДС в ЕРП немного отличается от того, как это было организовано в бухгалтерии. Значит, ну, естественно, если вы являетесь плательщиками НДС, то в первую очередь мы ставим флажок, что формировать отчетность по НДС. Дальше проверяем, что подходит для вашего конкретного случая. И отмечаем, ввести или нет отдельную нумерацию по авансовым счетам факторам, то есть с префиксом А. И с какого момента, если вы применяете сводные справки, то с какого момента. Еще один интересный момент – это контроль номеров ГТД. Если вы являетесь импортером и работаете с импортным товаром, то, соответственно, можно проставить флажки, когда не указать номер ГТД, программа будет считать ошибкой. То есть, соответственно, если мы проставляем эти флажочки, то при попытке провести такой документ, программа будет ругаться и говорить, что вы не правы. Следующий момент – учет прослеживаемых товаров. Это дополнение к тем настройкам, которые мы уже с вами смотрели. С какого числа ведется? Ну, например, если, как положено, вы вводили его в 2021 году, то здесь поставите дату с какого момента. Если у вас в добровольном порядке ввели это с 2020 года, то, соответственно, здесь будет другая дата. Если вы в чем-то сомневаетесь, можно нырнуть поглубже. И мы с вами попадем, опять же, в настройки, которые уже смотрели, то есть то, что касается учета прослеживаемых товаров. Мы с вами это смотрели через другой раздел – учет прослеживаемых товаров. То есть всегда в настройки можно попасть несколькими, так сказать, путями. Так, вернемся мы немножко обратно. Обратите внимание, что здесь же у нас есть настройки по импорту, если вы являетесь импортером. Или если вы являетесь экспортером, то нужно обязательно включить флажок «Экспорт». И, соответственно, что вы экспортируете. Для того, чтобы подтвердить нулевую ставку по экспортным товарам, необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию, которая подтверждает право на применение нулевой ставки. Если вы проставляете здесь флажочек, то, соответственно, программа будет контролировать, когда вы подали в налоговую и что после этого произошло. И вот теперь мы с вами можем… Есть еще раздел международный финансовый учет и, собственно говоря, финансовые результаты контроллинг и регламентированный учет. То есть то, с чем чаще всего сталкиваются все бухгалтера. Здесь вариации и настроек, и возможностей гораздо больше, чем в бухгалтерии. Ну, например, посмотрим финансовый контроллинг и финансовый результат. Если мы проставили первоначально вот такие вот отметочки, то программа дальше будет ругаться, если мы попытаемся их отключить. Например, если у вас включено МСФО, то вот это уже будет применяться по умолчанию, вы уже не сможете это изменить. Это примерно аналогично тому, как в настройках и бухгалтерии, и ERP вы выбираете валюту регламентированного учета и управленческого учета. То есть в этом случае, после того, как вы ввели эти настроечки и уже прошли какие-то документы, программа будет писать, что уже невозможно изменить, например, валюту регламентированного учета, так как уже присутствуют документы. Вот здесь ситуация примерно аналогичная. Учет товаров. Ну, здесь, в принципе, в общем-то, настройки стандартные. Договора между своими организациями и передача товаров между организациями, между собственными юридическими лицами и контролировать остатки товаров. Хочу обратить вот на это внимание, потому что что в бухгалтерии, что в ERP, это присутствует в настройках. То есть, как только мы снимаем этот флажок, в учете начинает твориться страх и ужас. Потому что при отрицательных остатках, естественно, себестоимость будет показывать все, что угодно, кроме того, что есть на самом деле. И по складам красные остатки, ну, практически сводят на нет все преимущества работы в программе. Единственное, что в ERP есть возможность отключить контроль остатков на время, то есть на время сеанса. Если мне надо что-то исправить, например, или я увидела какие-то серьезные косяки, я могу отключить контроль остатков на время своего сеанса работы, внести исправление и закрыть программу. То есть в этом случае после открытия программы контроль отрицательных остатков будет снова восстановлен. Обособленный учет себестоимости мы можем тоже детализировать. То есть если нам нужно по каким-то причинам это сделать. Еще один очень интересный момент, который у нас присутствует в финансовом учете. Так, сейчас один момент. Точнее не финансовом уже, а в регламентированном учете. Здесь тоже настройки в общем-то стандартные, точно такие же, которые мы имеем в бухгалтерии. Чаще всего мы не ставим отметку, что создавать хозяйственные операции с какой-то конкретной даты. Ну, например, если вы переносите остатки, например, хотите в этом году начать работать, ну, например, в ERP и остатки переносили где-то документами, где-то операциями. Ну, то есть в этом случае можно написать, что, например, с 01.01 все хозяйственные операции отражать как положено. Значит, вот здесь вот чисто по практике рекомендую ставить флажок, то есть в этом случае управленческий учет у нас будет вестись на плане счетов регламентированного учета, и у нас не будет расхождения, то есть это в общем-то удобно. Настройка отчетности, то есть обратите внимание, что здесь в программе есть возможность отметить, если у вас есть контролируемые сделки, которые попадают по критериям налоговой инспекции, то можно поставить флажок в этом случае. Тогда, соответственно, включается блок аналитики и отчетности, которые связаны с этим разделом. Сервисные функции это, ну, можно поставить, можно нет, в зависимости от того, насколько вам это нужно. И настройка данных по упрощенке. Если, например, вы применяете, если у вас есть розничная торговля, то в этом случае отчет о розничных продажах будет являться точкой, когда фиксируется розничная выручка. Если этот флажок снят, то, соответственно, этой точки не будет. Так. Некоторые ошибки. И что мы с вами имеем в итоге? То есть, на самом деле, сейчас у нас остался один блок, который мы не посмотрели. Это именно закрытие месяца и именно отражение документов в регламентированном учете. Точнее, отражение документов в регламентированном учете мы уже посмотрели, а вот отражение закрытия месяца еще нет. И здесь, собственно говоря, самая изюминка и находится, потому что закрытие месяца достаточно сильно отличается от того, что мы имеем в бухгалтерии. Если в бухгалтерии мы последовательно закрываем определенные операции, там, например, начисление амортизации, начисление страховых взносов, если мы зарплату введем в бухгалтерии, то здесь это немножечко по-другому. Еще раз обращаю ваше внимание, что в регламентированном учете у нас отражение документов в регламентированном учете, который мы с вами уже смотрели, а финансовые результаты контроллинга у нас закрытие месяца. Вот закрытие месяца очень отличается от бухгалтерского, во-первых, тем, что его можно проводить не в монопольном режиме. Если предприятие имеет много оборотов, большой документооборот, то будет чуть-чуть притормаживать, но будет работать. И здесь вот мы, как с вами видим, есть пояснение. То есть, например, оформление счетов фактур и таможенных документов. То есть, если у вас была растаможка и, соответственно, был уплачен таможенный НДС, то проверить на соответствие того, что на каждую декларацию, где была уплата НДС, сформирована счет фактура. Кроме того, что указывается то, что нужно выполнить, ну, то есть, оформить и выполнить, есть еще и примечания подробнее. Если мы проваливаемся туда, то даются документы, которые требуют вашего более пристального внимания на предмет. Либо там есть ошибки, либо, может быть, документ не сформирован. То есть, видите, практически по каждому блоку, по каждому разделу есть какие-то пояснения и помощь. То есть, например, расчет амортизации. То есть, я могу выборочно какие-то посмотреть, пункты выполнить. Если мне, например, что-то требуется, ну, для банка там какая-то отчетность или что-то аналогичное, то я могу выбрать частично те пункты, которые мне нужны. Либо, соответственно, запустить полностью все, выполнить операции. И в этом случае программа автоматически, в автоматическом режиме, последовательно делает все вот эти операции. То есть, если особенно вы работали на комплексной, то знайте, что там очень много из документов закрытия месяца приходится делать вручную. Некоторые вообще в ручном формате это закрывают. Здесь такого нету. Здесь программа запустит обработку. И потом, если какие-то выявятся ошибки, почему невозможно сделать какой-то конкретный пункт, то у вас по вот этой ссылочке подробнее будет, соответственно, полный перечень рекомендаций, что же вам требуется сделать или где выявлена ошибка. Значит, можно посмотреть, что в этом случае можно сделать, как выйти из ситуации. То есть, в итоге, если сравнивать бухгалтерию и 1СЕРП, то, естественно, бухгалтерский блок в ЕРП гораздо более функционален и более расширен. То есть, есть отдельные рабочие места для работы, например, кассиров. В 1СЕРП он называется РМК, рабочее место кассира, где автоматизированы все движения, и выведен отдельный интерфейс по работе именно специалистов, которые с денежными средствами работают и с кассовым хозяйством. По НДС, соответственно, тоже у нас есть подсказки и есть помощник по НДС, который помогает более комфортно выполнять сложные операции. То есть, именно расчет на то, что программа ищет ваши ошибки, фиксирует их, показывает вам и помогает исправить путем подсказок, справочной информации, переключения на сайт 1С. Ну, то есть, с использованием всех доступных средств первой помощи. Итак, уважаемые гости, наша с вами сегодняшняя встреча подошла к концу. И я хотела бы еще раз вам напомнить наши реквизиты, как с нами можно связаться. Будем рады вашим обращениям. Спасибо вам за время, уделенное нашей встрече. И компания Кудерлен надеется, что мы с вами встретимся уже с какими-то конкретными вопросами, возможно, с помощью во внедрении, с помощью в настройках, и, ну, собственно, во всем спектре того, что может предложить компания франчайзи. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok